По два часа. На первой встрече я даю контент, и вас практически не слушают. Вы слушаете меня, но вы, конечно, уточняющий вопрос задавайте. Таким, уточняющий. А на второй встрече вы уже прямо вомбите меня своими сложными ситуациями, которые просто кошмар и ужас, или вы их подслушали, возможно, у коллег, и они вообще не ваши. Но вы когда слушали, вы понимали, что волосы на голове шевелятся. Я с 2007 года начал работать с детьми в возрасте 4-6 лет. Это такое состояние, когда ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, для чего ты живешь. И та деятельность, которой ты занимаешься, она действительно твоя. Как это выглядит? Вы говорите, вот группа сидит, вы говорите, hello. Человек побежал из класса. Все остальные говорят hello, и ротики открыли. Давайте положить туда знания. Мы готовы. Мы рады видеть, у нас все прекрасно. Что делать? Вы начинаете бежать туда. Возвращаете ребенка. Эти детки говорят, ну ладно, как шо тут у нас вообще? Понимаете? И начинают это все изучать. И хорошо, если там активного мальчика нет, он полез, у тебя колонки сняет, чтобы было лучше слышно. И упал. А вы побежали. Вы ребенка вернули. И думаете, ну что я, мать родная, что ли? Я так точно не мать. И вот тоже не мать. Если мы прицельно будем понимать про вот это, то у нас с вами пойдет налаживание отношений. И выглядеть это может до урока и после. Где-то примерно мы тоже с вами, те самые умные пастухи, которые тоже могут в принципе, на уроке позволить детям многое. Но суть от этого не потеряется. Хотя может быть такое, что очень сложная ситуация. И вот дальше, когда я про техники пойду, там есть такие моменты, которые я лично в своей практике делаю. Позволяю себе делать, когда речь идет о каком-то сложном моменте. Они улыбаются при этом. Они понимают, это наша с ними фишка. Это не значит, дядька сейчас треснет по башке. А он же может, он же больше нас по размеру. Ну все, кто больше нас, могут нам по идее заехать. Ну так. И ребенок, нет, это именно фишка. Поэтому такие вещи можно просто как традиция. Вы их вот так делаете и понимаете, что детей сейчас можно реально собрать. Дело в том, что бывает такая ситуация, может вы тоже сталкивались, когда вы понимаете, что задания в вашем уроке устроены таким образом, что сейчас эти дети это делать не будут. Было такое? Конечно. Но у нас есть конспект. И сразу на Юлию Федоровну я посмотрела. Она же как бы дала конспект. И типа как вот же, ну дали же, ну надо же, ну по идее, я же тут реализовывать сейчас как бы должен. Ну по идее. А оно ничего не работает. Здесь хотелось бы поговорить отдельно про этот анализ урока. Вот. Я в результате всего, что делаю я, выделил такие пункты, которые, ну на которых я строю анализ урока. Вообще. Что я говорю родителям, когда я заканчиваю урок. Я это сделал, понимая, что если мы сделаем эксперимент, поставим такой тут стул, приведем ребенка. И поставим 20 разных мам в ряд. И все это будут мам. И скажем, пожалуйста, Машенька, перелезь через вот этот стулчик. Костучек будет маленький. Ну такой. Вот эти все 20 мам расскажут свою историю. Про то, что они видят. Одна мама скажет. А вы с ума не сошли? Ребенку маленькому сейчас же грохнется. Вторая мама скажет. Слушайте, ну вообще-то ее не Машенька зовут. Можно было заполнить, если вы с детьми работаете. Сказали же, Катя. Потом следующая мама скажет. Подождите, ну этот стул просто с острым углом. Сейчас будет травма. Следующая. И вы услышите 20 историй. Вы обалдеете. От того, что вот это действие, простите, ни о чем привело к 20 разным точкам зрения. Поэтому данная лисурка нужно делать так, чтобы... Случается такое, что что-то происходит действительно приятное. И не прячьте, пожалуйста, это от родителей. И выходите со столами. Я вас поздравляю. У нас сегодня прорыв. У нас сегодня прорыв. Не зажимайте. А не случаются эти прорывы. Просто не зажимайте. Отдавайте их. Отдавайте их. Пусть они радуются. Пусть они уходят с этим прорывом. И понимают, что да. Теперь люди воносят в свет бежитые подаватели кричи.